Продолжение следует... 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 Вот туда Там можно еще ниже, по идее, спуститься И что-то будет Уже страшно представить на самом деле Короче, смотри, можно спуститься еще ниже А можно пойти туда Но я так думаю, что в итоге мы в любом случае придем в одно и то же место Поэтому спускаться можно с любой стороны Но здесь пока нифига не что самое странное Тут ничего Слышу звук, но это опять же Вот, блин, капец, они напрягают Потому что я думаю, что это враги всегда Довольно быстро отлетают, кстати Все Вижу Вау, это что за говно? Что-то новенькое Что за фигня Быстрее, быстрее Черт Да, ёп твою за ногу Да какого хрена? Да ты что издеваешься? Ну ёп ты, а чё? Почему дамаг-то не проходил ни хрена? Ну ёперный театр Вы что издеваетесь, разработчики? И там какая-то новая хрень появилась, да? Которая так прям активно фигачит Своей гадостью Минус один Туда мы не идём Хотя там по идее враги, да? Ну благо мы ещё недалеко успели убежать, так что Ничего страшного Это всё Да, с этой пухой Быстрее процесс идёт Только с них нифига толком не падает Что самое интересное А чё так? Ни патронов, ничего Стоп, где, откуда звук? Всё Сейчас давайте дубль два Должно прокатить Да ёптый Ты сейчас серьёзно, Дмитрий, перестань Мазать Да что ж такое? Чё так всё не вовремя заканчивается? Всё И вон ещё хрень Ну чём дальше враг, тем меньше урона я ему наношу в итоге Так понимаю, да? Так это работает? Вон там я уже увижу, скорее всего, железо Хорошо Теперь куда? Давай сюда Слышу звук Где? И вон ещё одна хрень Да их чё-то до хрена здесь Ну вроде пока что всё, да? Плюс-минус Пойдём, зайдём в домик Посмотрим, что у нас тут имеется Вижу уже Иди-ка сюда Куда? Ничего не выпало, как обычно Ну чё-то как-то пустовато Вы заметили, да? То есть там материалов толком не дают Денег не дают Вообще ни хрена не дают Сейчас сначала давай обследуем здесь всё А потом пойдём уже дальше Куда-нибудь в итоге мы придём Ну, по крайней мере, должны прийти Чё это такое? Смотрите Кованое железо одно Уже неплохо Какие-то странные звуки я слышу Блин Они жутко отвлекают Там уже, да, кристалл есть Но ты погоди Сначала давай всё здесь посмотрим Ну да, всё Но там кристалл Или там просто контрольная точка Хотелось бы узнать Вот здесь Отдохните у контрольной точки Да, это именно контр... А, это кристалл здоровый Любопытно, ладно Вообще, по идее, наверное, можно было и не отдыхать Можно было просто идти вперёд и всё Где мы находимся Ну-ка Ну, вроде мы двигаемся в правильном направлении Нам именно куда-то сюда нужно А вот чё мне хотелось бы узнать Там тупик? Скорее всего, нет Ладно, в таком случае исследуем ту часть локации Чётко попозже, пока пошли сюда Может, сегодня босса зацепим какого-нибудь Интересненького Да? Ну так, в принципе, локация симпатичная Но это вроде как мир из первой части Они просто слегка его переделали и всё Потому что тех вот этих вот фавнов Я помню ещё по первой части Там ещё с левой стороны должны быть Да, их целых трое Нужно именно в тело стрелять А, вон там чё-то есть, смотри То ли терепорт, то ли фиг его знает То ли путь к боссу Да ёпт, ты чё-то издеваешься Вон ещё, да Чё-то одни... А ну это, наверное, крит-урон срабатывает Да, поэтому они довольно быстро отлетают В последний момент ушёл Красава Это я забираю И это тоже Ну хоть чё-то дали Но ломы, конечно, дают чертовски мало С другой стороны, это хорошо Потому что если бы давали бы до хрена всего То тогда бы, да, вот это вот Не было бы желания чё-нибудь, знаешь, типа накопить на что-нибудь И, как бы, ну Не было бы... Было бы меньше желания гриндить Потому что всё получало бы довольно быстро Увеличивает урон в дальнем и ближнем бою На 10% если вы не получили урон в течение 7 секунд Если вы не получали урон в течение 7 секунд Ага, ладно Допустим Можно, кстати, это заменить Почему нет? Где это было? Стоп, я чё-то перепутал стоять Не, подожди, стой А где оно было? Чё-то я, блин, протупил Ха-ха Бывает, ребят, бывает Сейчас Вот Пошли сейчас здесь обойдём сначала всё Как капец Реально дофига здесь живности сделали Но это круто на самом деле Миры не ощущаются из-за этого пустыми Хоть какая-то имитация жизни есть Это как бы хорошо Наоборот Просто как бы когда-то привыкаешь Что, типа, никакой живности нет, знаешь Тебе кажется, что кругом враги Это вот одна единственная проблемка Связанная с этой живностью Чё-то ещё наверху есть, смотрите, да Давайте подниматься Чё-то сильных врагов не видать Что довольно странно Довольно давно Чую, скоро это изменится, да Тут ещё поворотик есть, смотрите Куда-то Ну, в этом поворотике Ну, есть какие-то вон кувшины Но В этих кувшинах нет ничего Чё за дела? Ну, это, скорее всего, просто телепорт Это не к боссу мы идём Да, это телепорт в другую зону Снова Ну, как-то странно Некоторые локации соединены Должен признаться Типа, ну, как-то Нет естественного перехода Из одной зоны в другую Нет естественного перехода Из одной зоны в другую Вот опять же, да Мы уже здесь Ну, окей, ладно, пошли Допустим Чекпоинтов очень много Но виды прикольные, кстати В принципе Забытое поле Хорошо Чё-то мне это всё напоминает Где-то я такое видел уже Ну, не в прошлом Ремнанте А где-то ещё Вот Не могу вспомнить Подожди-ка А вот там точно ничего нет? Ну, кроме кувшинов, само собой Нет, здесь ничего Только убийца можно Думал, секретка есть какая-нибудь Хотя она, может быть, и есть, кстати Здесь же не забываем Секрет внутри секрета Внутри секрета Текст Дэмс Кованое железо Ещё одно, хорошо Так Чё-то новенькое, смотрите Эти твари тоже довольно знакомые Вы знаете Где-то я их видел Но у них уже такие Самонаводящиеся Эти сгустки энергии Что довольно интересно Блин, да господи Напугало меня Я видел, что она там сидит Просто я не думал Что она прыгнет на меня Так К бою Ну, это, видимо, какой-то усиленный был Судя по всему Потому что Ну Он другого цвета вроде как был Я могу ошибаться, конечно Ну тут просто спуск Я не знаю Мне кажется Отсюда мы уже никак не поднимемся Ну давайте этот закуток изучим Да Кто там Кто там, где там Что это было Ну эти сгустки Да, знаю Можно уничтожать Но я пока предпочитаю Просто уворачиваться Тем более Времени более чем достаточно Для Уворота у нас есть Так что Зачем тратить время На отстрелы От этой гадости Тихо А, вижу Что-то новенькое Да Ух ты, нихрена себе Это что за говно Это что за херь Алло А враг Что-то знакомый Ничего особенного А, это скорее всего Я убил Сто элитных врагов Да Понятно Ну что-то знакомые враги Они случаем Не из первой части Ну-ка Кто там помнит Первый ремнант Что-то такое Похожее было Так, я лучше Вот так вот сделаю На всякий случай Так просто проще Тем более Эту штуку Перезаряжать не нужно Не, вот в плане Пух Интересно, конечно Здесь сделали Мне интересно Какая пуха будет Со следующего босса Плюс, говорят Здесь вроде как Сет брони Еще можно найти Наконец-таки В этой локации Так, очко талантов Так, подожди Да ёпты, серьёзно Сейчас полезут Стоп Отходим назад Вон А, эта фигня Не уничтожается Кстати Сейчас, давай Таланты Продолжаем качать Давай, наверное Выносливость Немножко качнём Потому что Нам это пригодится Однозначно Теперь смотри Вот там Есть ещё проход Но давай пойдём Куда-нибудь сюда Но в итоге Мы пришли туда Где мы уже были Так что там Туда не имеет смысла идти Стоп Ещё железка Чё там такое Ты бы ещё громче Поорал бы Подожди-ка А с той стороны Мы всё изучили? Нет, не всё Но мне, по идее Наверное, нужно Как раз-таки Вот туда Видишь, там Какое-то такое Большое здание Строение Именно Но мы сейчас Короче Рванём в эту сторону Да Да ёпты Да достали Так, я понял Что такое? Какое по культэк? А, ну да Здорово Да ёпт Ты чё, издеваешься? Ну, охренеть Чё-то новенькое То есть эти враги умеют Не только бить И сгустками херачить Но ещё и хватать Тебя избивать Понял Ну, не хват Ну, не избивать Но просто хватать Хорошо, я понял Принял Ну, там у нас Какие-то новые элитки Появились Сейчас быстро обойдём С этой стороны Мы, в принципе, не так Чтобы сильно далеко зашли Я уже знаю, чего ждать Так что Всё должно быть Нормалёк Вон ещё Вдалеке я вижу Надо новую специальность Открывать Чтоб чуть полегче стало Хотя, в принципе Я не скажу, что прям, знаете Сложно Вот сейчас Пока Пока Особых сложностей Я не испытываю Сложность Скачет Очень как-то странно Знаю, что Легко-легко-легко А потом херак С какой-нибудь сложной Херняги Ты застреваешь На несколько часов А потом опять Легко-легко-легко И вот так вот Постоянно Подожди Куда я пришёл Я здесь не был, что ли В прошлый раз Ну пошли сюда Хорошо Да ты прикалываешься сейчас Да Я так и знал Нихера Через всю локу Просто охренеть И это всё Просто обычно Такие сигналы Когда врагов Прям до жопы потом Ну видимо Не в этот раз Сейчас давай Потрошки заберём Сначала, да Ещё и лома дали Ничего себе Какая щедрость А, в итоге Мы пришли сюда Да Куда я идти не хотел Изначально Сейчас зарулим Куда-нибудь В эту степь, да Это я забираю О, смотри Вижу Вижу А, подожди Чё там Ёб Нихера Тихо Лечимся Всё Повезло 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 На самом деле Ну вообще-то Это скилл Конечно же Охренеть Ладно Погнали Сюда Куда-нибудь Тихо Ну вроде пока что Всё плюс-минус Вон Нет, это мне показалось Вот там Они мне чем-то напоминают Из Крайзиса Знаете Вот этих вот Пришельцев Там что-то похожее было Да, по-моему Мне кажется А, понял Лечимся Лишний раз Не рискуем Есть ещё Похоже, да Откуда 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 Чё там Так А, вижу Вау Ни хрена себе Стой Всё Да, эта хрень Опять здесь Появилась Ну Наконец-то Ну там Вроде Подо мной Нет ничего Пока что А вот там Я уже вижу Говно Всякое Да ты Чё прикалываешься Стой Откуда Быстро Быстро Ну опять Что-то не так Да А, вон Наверху Наверху Ну 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 Вроде Амулет Амулет Ну-ка Что-то Новенькое Где у нас там Амулеты Идол Мести Увеличивает Весь Наносимый Урон На 30% Когда у вас Осталось меньше 50% Здоровья Ну Нет Короче, да Нам оказывается Все это время Нужно было И сюда Идти А не Туда Офигеть Хотя Может быть Там еще Какой-нибудь Телепорт Будет Сейчас проверим Почему нет Если да Вот я тоже Так думаю И вообще Наверное Хотя мы сейчас Не вернемся Никуда Потому что Тут же Контрольная Точка Небольшой Кристалл Потому что Я просто Уже Собрал Достаточное Количество Как Денег Так и Железа Я думал Что смогу Прокачать Как он Называется Оружие Своё Да Там и Класт Может быть Новый Открою Сейчас Давай Поднимемся Повыше Пока что И Посмотрим Что у нас Там имеется Если Опять же Нам дадут Это сделать Ну и в принципе Неплохо Зашли Вы знаете Всё Потеребонькали Посмотрим Что у нас Там Надеюсь Не очередные Кубики В этом Очень Не хотелось Ну всё Я готов Давайте Показывайте Мне Ага И Пока Тихо Даже Полоски ХП Нет Что Довольно Странно Это Началось Что Надо Что-то Делать А Да Не знаю Чё Это Видимо Что-то Очень Нехорошее Да А Вижу И чё Это Вообще За Фигня Ой Стоять Может быть Это только Первая Фаза А как вы Думаете Что-то Слишком Чем просто Как-то Для Этой Игры Блядь Что-то За Говно Я Понял Быстрее Притекаем Беги Да Блядь Застрял Идём Быстрее Текаем Ну это В принципе Мы можем Знаешь Что сделать Смотри Сейчас Объясню Просто Короче Не трогать Этих Врагов А Отекать Именно В эту Сторон И Херачить Босса Всё Подожди Конец Стоп Это Была Только Первая Фаза Охренеть Какого Хрена Ну Что-то Слишком Просто Для Этой Игры Ну, охренеть, блядь, ну это какой-то трэш А я реально думаю, что-то слишком просто Оказывается, нихера не просто Сейчас будут заваливать толпами врагов, да, как обычно Ну, класс, классика Ну, в принципе, вроде пока что это не супер прям сложно Давайте тогда сделаем следующим образом Буду стоять здесь и херачить эту херню отсюда, как вариант Где там? Да, блядь, откуда? Нихера себе, блядь Да это просто трэш, слушайте Ну, это просто трэш Блядь, да какого хрена? Ну, вот что это было? Блядь, так вот на что это было? Кто идёт? Что идёт? Тебя больно? Боль стала для меня привычной, чем покой Богу убийцы Могу я чем-нибудь помочь? Однопутница Как-то попыталась Она пришла с первой зарёй Когда на траву ещё не выпала роса Она была плотником Дочерью плотника Что был сыном плотника Ветви сразу схватили её Может, она так и не выпустила Пилу из своих нежных рук Как меня постигла эта горькая судьба Глаза постигли вопрос раньше, чем заговорил язык Руины под нежными ступнями Попултек Когда-то были крепостью Стеной величайшего города Что когда-либо был воздвигнут на земле Яэши Мы верили в её нерушимость Торговицы маршал Крестьянами принц Все как один преклоняли колено у алтаря Но стена Ложный бог Обречённый рухнуть Бережёт она разве что глупца От мудрых мыслей Разломы открылись быстро Они пронзили камень стены Как горячая игла пронзает взбылший нарыв И гной пролился на спутанные деревянные члены Это ты про корень? Да Последняя рыба Корни устремились на нас Как разлившаяся река То было начало конца Разваленный у меня за спиной Это был город? Полный жизни Солнце не видело города крупнее Он разрушен так Что я его даже не вспомнил И погребён Корнем Ну как? С тобой такое случилось? Сорок дней мы бились с ними в этой степи Сначала пали солдаты Потом офицеры Затем призвали жрецов Мы знали Что следующими будут дети И потому буквально затыкали собой прорыв Одних разорвали на части Как зелёный побег в пасте обморы Других проглотили целиком Они исчезли с этого шара Я застрял Словно пробка в бутылке зла Оно клокочет вокруг меня Скоро она снова исторнит свою мерзость На обощённую кожу я эшен Прошу, богу, дек Странник Сделай, что нужно Придай проклятый узел шелезу Вымести на нём гнев Но ведь узел будет защищаться Ты сам рассказывал о дочери плотника Та, что хотела меня спасти Зря пыталась даровать мне свободу Не повтори этой ошибки Уничтожь всю поросу Я приветствую свободу Найденную в забвении Бей по узлу Уничтожь узел Жалко, конечно Так попасть Это, конечно, не самое приятное Сейчас заберу патроны сначала Половину почти снял Ладно Блядь, попал Ща, погоди ты, ёп Я же не успеваю всё делать Вон, опять это говно Да блядь Да какого хрена, блядь, ты не попал Как это, блядь, работает? Я не понимаю Эту атаку порой Она то, блядь, скопом стреляет То всего одной пулей он херачит Что это за говно? Почему он не работает стабильно? Блин, ну уже одна аптечка осталась Её хотя бы нужно оставить на вторую фазу Я никак вторую фазу, блин, не пройду и не дойду до неё Что за говно? Почти уже добили Сейчас только нужно добить Тут, это вот мелочь, которая сейчас будет появляться опять Да блядь Попал всё равно Сейчас тут, в принципе, плюс-минус более безопасная позиция Относительно, конечно Кого-то я там ещё слышу Ну там ещё три А, вон, да Третья хрень Блядь Да ни хрена себе их там Да какого хрена, блядь Ну вот опять, ну заебало Да ёпта В смысле? Я просто не знаю, как это пройти Честное слово Я заебался, блядь Тебя тупо нахуй волнами врагов закидывают Я не знаю, что здесь делать, ребят Просто, блядь, не знаю Я заебался Просто худший босс игры на данный момент Он просто худший Чтоб меня Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Быстрее наверх Ну наконец-таки, твою ж за ногу-то, блядь Это реально худший босс игры пока что Просто худший Блядь, ненавижу это дерьмо Ну вот нафига вы это делаете? Я просто понять не могу Ну типа Это даже, блядь, не босс Это просто тебя скидывают волны врагов Попытайся это вот все Отследить Попытайся всех уничтожить, блядь Пока они не убили тебя Ну то есть это полный бред Особенно в соло Я не могу успеть за всем У врагов не хватает звуковой индикации Нормальной Тут даже прикол в том, что звук Именно музыка сама, которая играет фоном Она перебивает многие звуки И нихера не слышно Ну как вы так дизайните, что Для того, чтобы нормально это проходить Необходимо вообще вырубать, наверное Фоновую музыку Во время боя Как вы это делаете? Почему просто не сделать Звуковую индикацию громче? И все, это решит кучу проблем просто Особенно с телепортирующимися лучниками Ну вот просто элементарные вещи Сделайте звук Телепорта лучников И вот этих вот тварей Летающих громче И все Хотя бы так Я не говорю уже о том, чтобы уменьшить количество врагов Когда ты играешь в соло Я об этом уже говорил Повторяю еще раз В соло уменьшайте количество Летящих на вас врагов И это просто Дело тут не в том, что Это типа сложнее делает Или еще что-то Это больше раздражает Чем, скажем, делает сам процесс сложнее Это раздражает просто Ты не способен, понимаешь? Очень часто возникает ситуация Когда ты просто Не можешь совсем уследить Просто не можешь Например На тебя летит три врага, да? Ты пытаешься их отстреливать Потому что они в принципе довольно близко к тебе И ты не сможешь от них уйти А оказывается сзади подлетело еще два И вот как это вообще С этой ситуацией можно выйти? Вот как? Кроме как не чудом? Да никак И такие ситуации возникают постоянно Потому что противников слишком много Ну это же, блин Ну это банальные вещи, элементарные Я честно не понимаю Почему до них это не доходит Уже вторую игру подряд Ты в порядке? Не знаю Это все правда? Или я уже во власти безумия? Пакульдек Я целую вечность не знал воздуха Без зловония этого гнусного узла Я не смел мечтать Что обрету свободу Смогу ощутить добрую почву под копытами Почувствую Как ветер Треплет мне шерсть Я не верил Я лишился веры Ну вот идет Бакульдек В правой руке Война А в левой Сдержанность И я наконец Спасен Двурукий воитель Теперь ты можешь Рассчитывать на меня Бакульдек умеют даровать смерть Это так Но не все они разрушители Если Бакульдек будет драться вместе с нами Возможно корень падет под колесом времени Возьми Это реликвия леймеров Прислужников смерти Но тебе она поможет сберечь жизнь Ну спасибо тебе большое братан А чем ты займешься теперь? Пожалуй Я еще побуду тут Многие пали В этой пропитанной кровью степи И хотя от иных теперь остались лишь кости Все они заслужили достойного погребения Этим я и буду заниматься в отведенное мне время Если путь снова приведет тебя сюда Удостой меня визитом Я могу рассказать по культе Каяэше Если ты того пожелаешь Если ты не слишком устал Может расскажешь что-нибудь? Напротив Я давно так ясно не ощущал Что живу Сперва я представлюсь как подобает Меня когда-то звали Лик Первый из леймеров Верховный жрец мертвых Я был так горд своим званием И даже не замечал насмешки Кто такие леймеры? Погребальный жрец бессмертных Высокородных Высокородных Тот, кто укутывает знать в вечную славу и мусли Тот, кто прячет тайны вечной императрицы Сладком масле и живице Мы охраняли тела великих И искали способ воскресить их Среди этих священных фавнов Я был главным Я радовался благосклонности ее вечности Как глупо Жрец мертвых? Очень долго высокородные не боялись течения времени Ибо их защищали плоды древа Тейн Но можно было умереть иначе От злоключений Вечная императрица мечтала преодолеть и эту преграду Раз жизнь можно отнять То можно ли вернуть? Чтобы узнать это Решено было хранить тела мертвых Этим и занимались леймеры Но давай начнем сначала Я хочу рассказать многое И потому нам лучше идти по порядку Не желаешь узнать историю фавнов? Что угодно, лишь бы стало понятно, что это за мир Еще до начала времен Фавны населяли минувшую землю Говорят, туда пришел великий мор Он свирепствовал там столько Что поля были усеяны лишь костями мертвых А урожаем с них Был плач обездоленных Видя, как безграничны горе его подданных Главный фавн велел построить сто кораблей Которые вместят десять тысяч душ Фавны минувшей земли Отправились через вилл к морсха Темное море Сквозь долгую ночь А перед ними рассекал волны многоликий бог Вон ты молились Красные вдовы рыдали Ведь никто не знал Есть ли второй берег у темного моря Сто дней освещали сотню кораблей А сто ночей окутывали их темной пеленой Но на сто первый день Когда красная вдова в первом корабле Склонила рога перед многоликим богом Между ними засияла птица Она пела Слава фавнам Ибо они отыскали мать рода Перед ними предстала Яэша Неизведанная, непокорная, свободная Кем был этот предводитель фавнов? Король прошлого Известный фавнам как Колькет воинственный Позже, как Колькет горестный И, наконец, как Колькет мудрый В молодости его клинок был быстро Он был грозным полководцем Он не раз орошал древо развития кровью врагов Но подвиги юности Не принесли Колькету покоя в зрелости Говорят, он счел чуму карой судьбы За свою воинственность Судьба дала ему выбор Покинуть землю отцов Или закончить свой род, став королем смерти Колькет не привык медлить Не медлил он и в этот раз Он повел вперед корабли Как когда-то вел полки Он отплыл из минувшей земли Полной надежд Берегов Яэши Он так и не увидел Он мирно почил во время похода Достойно встретив смерть Ты сказал, рассекал волны Выходит, этот бог был настоящим? Живым? Многоликий бог был славнами Со времен минувшей земли Даже дольше О том, что было до него, не говорят Бог был такой же настоящий Как земля под нами Этого бога можно было увидеть Или коснуться Пути его были непостижимы Но все верили Он любил нас Я бы рассказал больше Ибо Покультек узнает в этой истории Кое-что свое Но Я прошу терпения Всему свое время Кто такая красная вдова? В те дни не было императрицы Не было королев Колькет мудрый Умер в темном море И не оставил наследника Было решено Что туда, где стоял Колькет Заступит духовенство Вон ты выдвинули многоликого бога А красные вдовы Солнце Камень Небо И ручей Так с тех пор и повелось Теперь они взялись за руки Чтобы сберечь судьбу фаунов Восемьдесят дней Вон ты лежали ничком На незнакомом берегу Яэши Они молились о знаке Что поиски окончены Что этот лес должен стать нашим На восьмидесятый день из джунглей вышли две фигуры Сперва явилась лань в красном покрове Там, где она шла Вырастали цветы и сладкие ягоды Это сочли признаком благодати Но за ланью вышла другая фигура Волк с шерстью столь же бездонно черный Как волны, по которым недавно плыли фавны Этот огромный зверь Явно воплощал смерть Но жрецы тех времен были в отчаянии Своим подопечным они рассказали Лишь об одном из двух видений Они говорили о лане? Почему бы и нет Всех, кто увидит ее Лань наполняет надеждой и силой Даже сейчас, когда Яэшу одолевает корень Она резвится среди кустов и зарослей Есть те, кто считает ее не просто духом А будущим богом Они зовут себя детьми красной лани Такой была дочь плотника Пусть ее вера будет вознаграждена Пусть ее свободный дух Вечно резвится в лесу рядом с ланью Они спрятали волка? Кто видит лань, часто видит и волка Тот, кажется, обречен вечно ее преследовать Но в рассказах древних вонтов Говорится о многих волках на охоте И всего одной лани Обман простой Но он сработал Фавны нашего времени знают правду Каково это Целую вечность гнаться за тем, Кого можешь поймать, но не убить? Ведь волк и лань уже не раз встречались Клык — крогу, копыта — когтю Лань может пустить кровь волку А волк — вкусить плоть лани Но жизнь друг у друга им не отнять Это запрещает сама Яэша Говорят, погоня уже свела волка с ума Получив заверение от вонтов Фавны обратились к Яэше А она к нам Какое-то время было спокойно Родились фавны, никогда не знавшие минувшей земли и бесконечного моря Одну из них звали Джина Ей было лишь пятнадцать весен, когда она услышала зов красных вдов И прошло еще и три весны, как ее поразила болезнь На породе смерти Джина искала своих сестер Ведь леймеров тогда еще не было Именно красные вдовы и привели фавнов на эту землю Но недуг Джины был известен вдове матери Она, старшая из фавнов, решила, что мор настиг их даже на этом далеком берегу Джину осудили и изгнали в джунгли Фавнам запретили произносить ее имя Никто из них не мог предвидеть того, что случилось потом Вот знаете, меня немножко удивляет повествование в Ремнонте То есть у нас часов пять нет сюжета Ну, условно, да Потом мы находим какого-то персонажа, который полтора часа нам рассказывает лор без остановки Короче, потом мы опять идем Опять ничего нет, находим дневник там на столе стол Сидим его читаем полтора часа Потом опять идем, опять NPC, опять полчаса диалогов Ну, так нельзя Ну, типа, нужно лор подавать равномерно Постольку он уже рассказывает историю Минут двадцать, наверное, да? Примерно, плюс-минус у меня такое ощущение складывается Ну, типа, ну, нельзя так Ну, типа, это перегружает, блин, ну, скажем, игрока Потому что он только что бегал, всех расстреливал весело и здорово А теперь, значит, он стоит и просто втыкает в одну точку Слушая медленно рассказанную историю Ну, типа, ну, нельзя так Ну, просто нельзя Давайте по чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть Один персонаж это рассказал Там кое-что в записке Кое-что там, здесь, тут, там Ну, нельзя вот что в одном месте У тебя весь лор, а дальше сюжета просто опять не будет Я это точно знаю Вот что самое смешное Что с ним случилось? Пораженная мором красная вдова Джина была изгнана в джунгли Прочь из памяти Но судьба распорядилась иначе Спустя много дней Джина вышла из джунглей Фауны были поражены Все следы болезни у юной джины исчезли А вместо них появилась царственная стать Все собрались послушать ее историю А история вышла на джин Джина готовилась испустить дух лежа на мху Когда ей явилось видение Она увидела Как вернулся мор Фауны и старый млад Плакали, причитали И плевались кровью на чистый песок Яэши Но когда оказалось, что все пропало В джунглях выросло большое чудесное древо Чьи ветви ломились от ярких плодов Это древо, Тейн, как его назвала Джина Дарила вечную жизнь Фауны обрели бессмертие Их слава длилась тысячу эпох Джина пришла к власти Благодаря своим речам Дослушаю в другой раз Но я с радостью спою песню об лонг для двурукого воителя Честно, просто устал уже слушать эту историю Она не заканчивается вообще Вот опять же, разработчики меры вообще не знают В следующей серии вначале мы дослушаем эту историю Хорошо, но просто сейчас уже сил нет Тем более, учитывая, что серия уже пишется больше двух часов Мне нужно заканчивать, иначе не дай бог Сейчас что-нибудь или зависнет Или не дай бог что-то еще случится непредвиденно И просто два часа материала потеряются Не хочется так рисковать Поэтому в следующей серии вначале мы дослушаем Хорошо, ребят, спасибо, что смотрели Не забывайте тыкать пальчики вверх Комментировать, а также подписываться на канал На телегу подписывайтесь Там новости канала и вообще всякое я пишу Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем Это помогает ему развиваться И не позволяет закрыться Ссылки все в описании Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok